Экономика Самары, преодолевая последствия пандемии, адаптировалась к новым условиям и в 2021 году вышла на траекторию роста. Активно реализуются национальные проекты, благодаря которым изменения происходят во всех сферах города. Об этом рассказала глава Самары Елена Лапушкина. Она выступила перед депутатами Гордумы с отчетом за прошлый год, а также озвучила итоги работы за те четыре года, что и является мэром города. В 2021 году в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги» отремонтировано более 66 километров дорог. Общий объем финансирования составил 2,3 миллиарда рублей. Список формировался с учетом не только состояния уличной дорожной сети, предписаний надзорных органов, но и пожеланий жителей. С 2017 по 2021 годы в Самаре доля дорог, соответствующих нормативным требованиям, увеличилась в два раза. В промышленном комплексе Самары функционируют 198 крупных и средних предприятий, на которых трудятся 84 тысячи человек. За пять лет в экономику города направили 442 миллиарда рублей инвестиций в основной капитал. Доходы муниципальных предприятий с 2018 года устойчиво росли и к текущему году достигли 12 миллиардов рублей. Приоритетным направлением расходов в 2021 году являлось финансирование социально значимых отраслей. Очередь в детские сады за четыре года удалось снизить на треть. Создано более 6 тысяч дополнительных дошкольных мест, в том числе более 4 тысяч мест для малышей до трех лет. Построили пять новых детских садов, ввели в эксплуатацию две новые школы. За четыре года отремонтировали 158 образовательных учреждений. На это выделили из местного бюджета свыше миллиарда рублей. Привели в порядок более 30 объектов физкультуры и спорта. Жители Самары в общей сложности получают 69 мер социальной поддержки. Глава города отметила, что 29 апреля был принят новый генплан города, что имеет важное для Самары значение. За прошедший период изменились подходы к принятию решений в области градостроительной политики. Все больше и больше в принятии таких решений принимают участие жители. Полагаю, что это является основным смыслом и целью местного самоуправления. В диалоге с жителями власти ищут решения по сохранению парка 60-летия советской власти. Самарцы также принимают участие в благоустройстве города, выбирая территории для будущего преображения по программе формирования комфортной городской среды. В Самаре в общей сложности по разным программам благоустроено 47 общественных пространств, среди которых такие знаковые объекты, как сквер Фазеева в Октябрьском районе, Крымская площадь в Железнодорожном, сквер Кирилла и Мефодия в Промышленном, бульвар Металлургов в Кировском, сквер на пересечении улиц Аврора и Аэродромной в Советском, сквер Речников и Ерикпарк в Куйбышском, сквер Овчарова в Кростогринском и другие. Кроме общественных пространств, за четыре года отремонтировали более 500 дворов. В Самаре строится новое жилье, продолжается расселение жильцов из аварийного фонда, выделяются немалые средства и на сферу ЖКХ. Мы видим, какая динамика положительная, изменения. Взять любую сферу деятельности города, его большого хозяйства, у нас есть везде движение вперед. Работа проведена огромная. За это время действительно на четверть приросли доходы бюджета, причем, что очень важно отметить, это собственные доходы бюджета, то есть налоговые сборы и все, что с этим связано. Также снижение муниципального долга ведет к уменьшению расходов на его обслуживание, что тоже положительно сказывается на доходные части бюджета. Наш бюджет сохраняет свою социальную направленность всегда. Мы выполняем все социальные свои гарантии, которые мы обязаны выполнять перед жителями. Депутаты единогласно приняли отчет главы города Елены Лапушкиной, поблагодарили администрацию за успешную работу и выразили надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество. Светлана Кудрявцева, Василий Колдашов, Константин Головин. События.